да я все понимаю у самого нерва это иногда шаля извините меня вы при должности вы обязаны это все делать не нравится работа ну что я могу сказать не хотят брать трубочку так народ может кто-нибудь хочет позвонить по skype или telegram екатерина владимировна кнопочка это вы про кого можете не дать не отвечать на вопрос так а я пытаюсь выйти на связь с нашими соратниками журналистами возможно они как-то помогут в решении этого вопроса так пробуем выйти на контакты так ладно привет ну что получилось ну последний статус что-то они там выясняют ей началось какое-то человеческое общение вот начальник айти отдела сейчас разбирается три часа она должна скид там связаться и проверить если на самом деле доступ или нет и в чем вообще проблема на данный момент доступа нет ни к одному делу так ладно можешь позвонить а у тебя деньги до ушли так но я же говорю борьба с ветряными мельницами я прошла этот путь два года назад но я победила их они выполняли наши требования но на деньги попали пока шли суды на адвокатов экспертов и так далее ну я адвокатам не доверяю ни один адвокат себя адекватно не повел сколько было адвокатов дериндяев еще один еще один как минимум трое кто еще не помню так ник никитин почему в гом в гоп-1 всегда забирают телефоны и лишают возможности записывать как сотрудники обращаются с гражданами ответ в вашем вопросе это хорошо что если просто телефон забирает меня и головой вниз втыкали ноги заламывали наручники одевали головой об стен убили мне приходилось ночевать на бетонном полу сидя не при этом меня не выпускали не не в туалет не попить не давали о чем вы говорите потому и не дают не снимать не это сразу все изымает чтобы не никаких фактов не осталось их беззакония ну а доступ к видеокамерами естественно никто не дает доступ закрыли потому что дело на подготовке к отправке но не уже не знает что с этим делом делать понимать она настолько горячая но настолько вот горит у них в руках что они уже уже не знает что с ним делать ознакомить меня нельзя с ним и доступ не предоставить тоже нельзя потому что видите как я взялся явно вышел в прямой эфир и начиная на всю страну пока на весь мир показывает что они творят вообще у них это делаю она уже не просто каша она это подгорелая каша который вот-вот вспыхнет горит уже по сути у них на это дело каша так называем вот она дело каши чё с ним делать они не знают вот они уже сейчас там понару собрались посвящались и придумали что надо его это типа отправить как в принципе и следственном комитете сделали когда мы пришли знакомиться с материалами проверки что они сделали они заявили что все материалы снова отправлены на доработку и типа они в процессе и с ними нельзя ознакомливаться якобы хотя законодательством такое не предусмотрено на любой стадии я имею право ознакомливаться и они норму закона не могут сообщить что они дальше сделали следственном комитете запретили мне фотографировать материалы проверки а потом просто вызвали три наряда полиции это 6 полицейских видео об этом доступно вот здесь они еще фразу произнесли давайте без закона и я вам запрещаю защищаться то есть я пришел знаком с материалами дела с материалами проверки на меня просто вызвали на три наряда полиции 6 человек и журналистов сургун информ тв местные сми репортаж об этом тоже есть вот он здесь так но мы пока не знаю пока пауза ждем три часа когда нам перезвонят так пока по комментарии почитаем адвокаты до подконтрольной полностью я не знаю ни одного дуга до адвоката который бы пошел против системы хотя нет вот марина мелехова она пошла бы это начал отстаивать правду и свободы и и тут же лишили статуса адвоката насколько мне известно адвокаты прямо так и заявляют если мы начнем тебя защищать по схеме что ты не гражданин а человек то все и весь бизнес накроется и разрушится система вот вам и ответ они все это прекрасно знают вы просто возьмите и почитайте любое законодательство там уголовно-процессуальный кодекс кассы гпк гражданский жилищный кодекс уголовный кодекс любую конституцию все что угодно возьмите почитайте и поймите разницу между человеком гражданином и физическим лицом это три разных понятия абсолютно у каждого из них свои уникальные права и обязанности человек от физического лица отличается кардинально у человека очень много прав и по-моему только одна обязанность там не помню что-то с образованием что ли связано а вот у физического лица и гражданину очень много обязанности очень много ответственности и почти никаких прав так что думаете кем вы себя называете как назовешься так и это как корабль назовешь так он и поплывет называется также и суды и полиции все остальные все зависимы от главы как города такого округа более того губернатор округа обычно назначает всех мировых судей главврача психушки кого еще да много кого то есть и это идет оттуда антон почему не отправить доверенное лицо пусть читает на диктофон так а где это доверенное в лицо взять во первых у него должно быть юридическое образование во вторых это тоже не вот я и даже если я ему выпишу доверенность до найду такого человека с юридическим образованием с дипломом если я ему выпишу доверенность даже пусть нотариально заверены да это не гарантирует что его ознакомят с материалами дела и это не гарантирует что ему такую же провокацию не устроит понимаете они просто вместе с ним два судебных пристава закроется в кабинете и пока он там будет фотографировать они просто могут подраться между собой выйти сказать да что такое не булгаков так этот дерется понимаете не вот как такого не не охота кого-то подставлять понимаете не охота чтобы двери были открыты и как минимум двое очевидцев видели что либо я либо мой представитель с юридическим образованием с доверенностью от меня знака ознакомились с материалами дела и никаких противоправных действий не совершает они на это не идут они прекрасно знают у них я предполагаю что вообще стоит это как сказать циву либо провокацию либо не знакомить с материалами дела все вот сейчас они новый завиток придумали отправить в хмал материалы дела хотя до 28 числа они должны быть находиться это сургутском городском суде более того даже если человек придет с доверенностью и с юридическим образованием с дипломом да они могут сослаться на то что якобы материалы дела содержат секретную информацию на основании того что там было определение о переводе судебного заседания закрытый режим то есть там какая-то типа якобы тайны существует как они говорят персональные данные исца там присутствует это одно из оснований для перевода закрытый режим то это не гарантирует что они ему просто откажут сказать что у вас нету доступа к секретке соответственно нужен адвокат адвокат берет деньги это минимум 10 тысяч плюс доверенность две с половиной ну то есть 13000 как минимум а скорее всего это вылетит в двадцатку извините меня но у меня таких денежек нет как вы видите на экране вот индикатор да во всеобщее благо собрано 6413 рублей это за год за год и вся эта сумма 6413 рублей ушла на госпошлину для того чтобы подать иск на ерохова это бывший начальник полиции по городу сургут вот так так но еще неизвестно да да допустим я это все решил да найдут найдут деньги найду адвоката по дешевке там в 13000 уложусь он придет ознакомливаться ознакомиться выйдет не факт что фотографии будут сделаны отлично не факт что аудио протокол будет слышно отлично не так не факт что он вообще там с чем-то ознакомиться понимаете и не факт что пока мы будем ждать это в коридоре ему там не устроить провокации или на в коридоре не устроить провокацию тоже множество вариантов на видео они ничего снимать не разрешают мы уже и на это пошли видео не включаем не снимаем на телефоны хотя имеем полное право так физлица появляется после получения свидетельства о рождении с записью в загсе возможно вообще понятие физическое лицо но нигде не прописано единственное место которое нашел народ это википедии кто-то там что-то написал а при сам определение физического лица а также законодательстве ни в одном на работе в правом акте вы не найдете что такое физическое лицо мало того что она принадлежит только к физическому миру на именно физическое так она еще и лицо то есть все кто называется все физическим лицом при приписывать сам себя к именно к физическому миру то есть у него у него нет ни души не разума не не ауры там не каких-то там этих астральных ментальных тел да нету не совести не более того он еще сам себя называет лицом то есть нету ни головы не рук не ног не других органов только лицо вот такое вот физическое лицо абстракции по сути это маска они все в курсе и страшно от того что они не знают как жить честно да все не знает не просто ну делает свой выбор их не научили просто этому родители бройлеры выращенные в инкубаторах не должны знать истинное устройство природы то все не знают это выбор каждого вы сами же убедились вот эдуарда из ханапансийского суда он сделал свой выбор он пошел на встречу помог хоть как-то не вот людмила борисовна артеменко тоже пошла на встречу хоть что-то какие-то шаги предпринимать чтобы как-то решить вопрос есть нормальные люди тут дело не в человеке отдела в его выборе в любую секунду в любой момент любой человек может сделать выбор в ту или иную сторону физ лицо это труп не согласен если бы это был труп но эта часть трупа скажем так лицо это же часть тела правильно почему не называет там физическая нога или физический палец или физическое ухо ну почему почему именно лицо не лоб не нос не губа там не ноздря там физическое ноздря да а именно лицо почему то потому что это маска персона откуда понять и персональные данные читаем персона социальная роль которую индивид играет в соответствии с требованиями обращения к нему со стороны окружающих публичное лицо человека воспринимаемое общество то есть маска персона латинская персона маска личность личина вот вам ответ они просто нас вот таким завуалированным образом называет масками какой-то театр получается что ли человек приходит человек и говорит я маска но маской маска вот вам физическое лицо вот еще одно физическое лицо теперь ему попадет дал доступ к делу кто попадет гражданин корень слова огражденный ограниченный невменяемый ну тут само понятие гражданин но прессу вот если логически подумать кто такой чем гражданин допустим россии рф на ну ладно и рф не мы не берем гражданин франции отличается от гражданина швейцарии границами территории ограничен территории все его права и свободы ограничены территории соответственно гражданин за тот кто ограничен территории а также в правах и обязанностях согласно законам место раньше говорили люди а теперь лицо ну да вообще я вам так скажу тут такая истерия вообще в сургуте что когда ты приходишь куда ты говоришь что я человек на тебя смотрю как на сумасшедшего вот я на почту пришел говорю мне нужно отправить письмо они говорят выиграет физическое физическое лицо и или юридическое я говорю нет я говорю я человек они говорят вы физическое лицо не говорю нет я человек а ну знаешь как физическое лицо игру нет я человек а игры ну вам это в третье окно то есть они по они вообще по не поняла не вот как это написано в инструкции только физическое лицо и только юридическое лицо они уже слово человек выходит из понятийного аппарата понимать все нету у них это в голове человеков вот у них есть физические лица и юридические лица и когда я говорю что я человек живой я живой человек многие смеются как-то кричит человек еще и секты и обзывают иногда не ну если живой человек это секта то вы то тогда кто если вы себя здравомыслящими считать вы получаете не человеке и неживые так что ли а тот кто называет себя человеком живым и это получается сектант если елку назвал елкой и сказал что она зеленая потому что она реально зеленая зимой и летом одним цветом почему-то все начинают думать что я это с ума схожу когда вещи называю своими именами так но нет что-то никто не ответил так это у нас не работает здесь никто не отвечает в прямой эфир никто не хочет выходить что время 15 10 до не сказали сами позвони но они вряд ли позвонит это я тоже понимаю сейчас могу запросто информацию закрыть ожидание ответа но так я и думал недоступно вполне предсказуемо так вот обращение 9 декабря я отправил предоставить доступ к материалам делать посредством системы газ правосудия то же самое касается аудио протокола письменного протокола и ответ предоставить трехдневный срок прошла неделя только через неделю отправили ответ эльдар бегба латович бегба латов заместитель начальника отдела благодарству эльдару по-честному поговорили в ккс рф на туда мы звонили сюда тоже звонили и сюда звонили доступа к материалам дела нет ответственно шерстобитова и предоставление доступа самого доступа нет сюда тоже звонили управление судебным департамента тоже звонили газ правосудие когда открыто 2006 году это про маски это контакты сургутского суда ну и отправление которое мне отправил как с их мало ну дам такие отписки однострочные приходит представляете на приходит такое тяжелое тяжелое письмо на 400 грамм вот она на 382 грамма такая пачка толщиной из палец и это две мои жалобы на суде шерстобитова и отписка буквально на один абзац типа нарушений нарушений не обнаружено хотя судья шерстобитов дважды выписал незаконное неправосудное постановление о проникновении в мою квартиру без возбуждения уголовное дело со взломом двери за шеи карманы на одежде иди в суд со свидетелями так они свидетели не пускают внутри кабинета я когда заходил 107 кабинет они здраве женщин сразу отсекли применив и к ним физическую силу и тут же пытались зайти вместе со мной в кабинет и закрыть дверь я тут же вышел не ребята я с вами не останусь потому что я реально говорю возьмут там я не знаю споткнуться или там ударятся или сами между собой подерутся а потом откроет дверь скажет смотрите что творится волкак это оказывается это не просто хулигана еще по 318 укрф попадает составят акт как они это любят делать так что тут это такая ситуация непонятная чё делать и как быть я же это вот с екатериной владимировна разговаривал видите она полностью уходит от ответа и снова кнопочки нажимает то есть она не хочет прийти консенсусу когда я буду в безопасности и они удостоверятся что я не знаю чего не боятся вот я везде приходил и в екатеринбурге и сургуте до этого ознакомиться материалами дела они сургуте они разные по мне знакомился не помню но в екатеринбурге вообще проблем не было хоть вдвоем хоть втроем хоть четвером приходили говорим мы хотим ознакомиться материалами дела пишите заявление пишет тут же прямо на трюке они через ну там пять десять минут минут максимум выносят и это они они приглашают в кабинет типа зайдите можете ознакомиться и все я заходил фотографировал каждую страницу иногда один иногда двоем иногда втроем вообще никаких проблем судебные приставы не заходили никто нас не контролировал время по закону не ограничено для ознакомления с материалами дела мы я все фотографировал от корочки до корочки и спокойно шел по своим делам здесь же какие-то сплошные это не знаю даже не знаю как это назвать какой-то триллер происходит так что тут карманы бесполенно зашивать тут понимаете о но если я останусь в одиночестве вот вот там у них на закрытом кабинете все что угодно может произойти я потом не смогу доказать что это не я сделал понимать а еще мне могут это оставить одного и сказать и мы вам запрещаем произведите фотосъемку потому что типа там вот как мне в этом средством комитете запретили фотографировать мои материалы проверки мне запретили фотографировать я говорю на каком основании она на том основании что вы типа распространяете информацию о персональных данных других людей в интернете я говорю где такие сведения ну вот мне начальник сказал так он сказала и что а где факты где доказательства игры не нет вас никаких доказательств вы можете только читать ну хорошо селся сижу читаю делаю выписки на блокнот себе отдельно уже с половиной первого тома ознакомился из 3 так нельзя не взяли на три наряда полиции вызвали что мне якобы поддельные документы инспектора и журналисты съездили в отдел они там что-то копии какие-то сняли с этих документов все отпустили взяли объяснение ну то есть вот так вот ограничили доступа так мы пошли на следующий день прям туда же в этот следственный комитет уже втроем что они сделали они сказали что материал материалы снова по это поступили в работу и они не могут нас ознакомить и опять наряд полиции вызвали представлять чую это все есть на видео точнее на аудио видео как вставлял вот первый раз мы приходили познакомиться с материалами дел точнее я один а это второй раз на следующий день у начала ну я предполагаю что ермолаев начальник следственного комитета вызвал на нас наряды полиции три штуки шесть человек а на следующий день я сам слышал как осмолов его прям спросил вы куда звоните он грязь я наряд полиции выдавая человек приходит за воспользоваться своим законным правом на ознакомление с материалами проверки по его сообщением о преступлениях они их всячески укрывают так еще наряды полиции вызывает когда я хочу знакомиться с ними ну это чё это вот вот это вы называете правосудие рф но это никак нельзя называть правосудие так ну предлагаю сделать паузу пока посмотрите ролик не знаю какой вам даже включить чуть покороче на так раньше времени останавливаю мне кажется уже пора звонить так сколько нас народу смотрят 8 человек ну вот ладно звоним вообще артеменко любовь борисовна лимил борисовна антон николаевич ну что там известно что антон николаевич мы с вами договорились если что я вам сразу звоню значит вами занимается молодой человек удаленно он находится в нефтьюганске то есть проблему мы обрисовали он знает об этом он занимается еще одна проблема случилась у нас во всех судах округа отключили интернет да ладно ну да ладно зайдите на сайт любого сюда посмотрите зайдете вы или нет какого например я с ним переговорила без пяти три он знает ваше дело он его видел он попробует там что-то сделать по звонка не поступало поэтому как только будет звонок от него я вам сразу перезвонил по поводу скриншота оказывается вам сегодня до обеда его отправили вы мне об этом говорили что вы это все получили да это до обеда я вас просил на данный момент ситуация не изменилась до извините еще раз любовь борисовна людмила борисовна людмила борисовна пока вы говорили я обновил два сайта сургутского суда их мало суда я не работает я понимаю что у вас не работает сайте то доступны смысле у вас нету доступа к интернету прям во всех судах его и сургутском их мало вы не приклад вы не предполагаете что это диверсия часто такой бывает на час на два хорошо людмила борисовна сейчас данный статус какой что что мне ожидать звонка от вас в течение какого срока течение какого я вам благодарствую меня интересует вопрос в течение какого срока вы до скольки сегодня работаете то есть еще два часа до окончания рабочего времени телефон мой у вас есть да все благодарствую всего хорошего жду звонка вот так ростелеком сообщил что интернет судах пропал ну что делается в таких случаях кто у нас выходил на связь добрый человек проверяем информацию эльдар бегбалатович слушайте ну если они интернет отключают предположительно то до чего вы такими звонками можно дойти по всей стране свет выключат только из одного дела так эльдар у нас не отвечает знаете чем скажу если доступ есть с моей стороны к сайту суда то есть с их стороны есть доступ то что интернет он двухсторонний не может в одну сторону работать мне предоставлять информацию из интернета а им нет то что информация временно недоступна так это база данных возможно перегружена но сам сайт открывается смотрим и обновляем через control shift alt запросы идут на сайт в данный момент идет обращение к базе данных именно база данных не отвечает то есть вот он доступ к базе данных идет он занял 15 секунд 29 сотых секунд 15 целых 29 сотых секунд все остальное доступно и перечитаем статус 200 доступно интернет у них работает все грузится кроме базы данных база данных либо перегружена либо отключена принудительно то же самое проверяем на суд хантамансийского автономного округа зажимаем control shift alt и нажимаем обновить даже вот так сделаем очистка кэша жесткая перезагрузка сайт хмао тоже отвечает статус 200 доступно все нормально все читаемо все открылось то же самое сайт сургутского городского суда информация по контактам очистка кэша и жесткая перезагрузка все читаемо все работает один файл отсутствует png какая-то не открылась картинка все остальное доступно все открывается двухсторонняя связь работает я думаю сегодня уже все подустали последствия что мы сегодня давайте подведем итоги значит за сегодняшний день я узнал что за 13 лет сургуте газ правосудие ни разу не использовался со слов одного из помощников суде то есть они ни разу не сканировали материалы дела и не прикладывали их для в электронном виде в газ правосудие газ правосудие работает с 2006 года то есть уже более 13 лет так второе что нам удалось выяснить шерстобитов все-таки написал ответил на мое обращение о предоставлении доступа через газ правосудие этот ответ вот он прислал он его где-то в 1137 он говорит что вам предоставлен возможность то есть доступ открыт однако по факту доступа нет дальше нам удалось выяснить что предоставление доступа это секундное дело в судьях антамансийского округа мне предоставили тестовый доступ к одному из дел буквально это заняло пару секунд и тут же урали этот доступ то есть это делается мгновенно ни о каких там не два речи идти речи и быть не может что это долгая долгая процедура еще мы узнали что вот буквально недавно что ростелеком прислал разослал сообщение якобы это опять же все якобы это все нужно проверять каждое их слово якобы ростелеком отключил интернет во всех судах мало и еще одна новость мы выяснили что канат аскерович это помощник судьи шерстобитова не совсем говорил правду когда говорю что шестобитов со вчерашнего дня в отпуске потому что сегодня он не ответил официально соответственно он при должности на месте не может не может шерстобитов находясь в отпуске подписывать официальные ответы ну и также мы звонили в разные инстанции ккс хмао ккс рф по-моему в ккс рф а верховный суд рф суд хмао много телефонов я всяких набирал в итоге никто не хочет реагировать на данную проблему что мне до сих пор отказывает в ознакомлении с материалами дела и также екатерина владимировна сторожева второй раз под аудио она опять мне отказала то есть она в это мотивирует тем что дело направлено для оформления для подшития дела что она находится в стадии приготовления когда она услышала что я имею право согласно закону ознакомиться на любой стадии с материалами делами конечно возродить нечего было и она просто начала нажимать кнопки на телефоне запекала разговоры и бросила трубку вот такие дела творятся в нашей сказочной стране по-другому не скажешь сплошные сказки какие-то а подписи нет на ответе но я так понял подписано электронной подписью через газ правосудие что вы думаете о весла боковой если видели ее ролики не знаю слышал такой женщине но не смотрел так ну все ребята сейчас секунду алле слушаю да я захожу газ правосудие вот сайт е джей . суд рф . ну вот оно то в этом же на этом же сайте вот оно я его вижу открыто оканчивается на 43 номер там предоставлен ответ ответ на ваше обращение и скриншот со страницы сайта суда 86-рс 0 0 0 4 тире 504 тире 19 тире 50 43 так подождите при чем тут мое обращение и доступ к делу это же два разных понятия вот я захожу в раздел дела и мне пишется что вот извините я звонил в этот суд хантамансийская и там не предоставляли тестовый доступ к одному из дел я их увидела именно в дела есть множество видеороликов которые поясняют где именно смотреть дела я все просмотрел я келки я технари и я разбираюсь вопрос о любой григорий людмила борисовна людмила борисовна только что появилась запись подождите подождите тут есть движение делу так стороны по обращении по делу так подождите тут никаких материалов дела нету не аудио письменного протокола ничего нет а как мне ознакомиться через газ правосудия и с аудио из письменного вы почитайте мои обращения там четко все написано со всеми материалами дела знакомить через газ правосудие нет и стороны по делу туда же решение не вижу нету решения жду так но тут в принципе ничего секретного смотрим так обращение на двух листах скриншот сайта на одном листе протокол проверки файла обращение на двух листах так ответное обращение скрин страницы но это я предполагаю просто вот эта вот история моих обращений по предоставлению доступа и все обращение по делу и то есть это все мои обращения я более 10 ходатайс подавал где они сторону по делу ну допустим соответствует движение дела опять же 16 00 да хотя судебное заседание состоял 1630 было назначено 1630 1652 только зашел что судя 6 битов в этот зал соответственно решение они вынесли где-то 1720 они времени указывают неправильно соответственно здесь вот нету ни решения не определения никаких материалов дела ни одного моего ходатайства ничего нету не аудио протокола не письменного протокола так посмотрим что тут есть обращение на двух листах но это вот мое обращение по поводу предоставления доступа через газ правосудия так я и думал так скриншот сайта суда на одном листе следующий документ то у нас а мой мой скриншот о том что у меня нету доступа так протокол проверки файла на двух листах тоже ни о чем так протокол проверки файла скриншотами сайта суда тоже ни о чем ответ на обращение это обращение ответ шерстобитого он у меня тоже есть и скрин страницы от самого шерстобитого ну да что доступ открыт все ни одного документа из материалов дела здесь нет вот это все именно по обращению предоставления доступа материалов дела здесь нету доступ как сказать та же информация что и вот здесь вот через это судебное дело производства они только вот эту информацию открыли публично так антон районных судов нет они филиалы не являются юрлицами да знаем мы все это народ так ну что-то они там ковыряют информация меняется но по-прежнему ни одного документа я не вижу в электронном виде из материала дела о очень важный этот слушайте это надо за скриншотить а то опять информация пропадет так тут важная строка есть сейчас покажу звучит она так изготовлена мотивированное решение в окончательной форме то есть это не предвариловка как там забыл как-то называется в общем есть предварительное решение а есть окончательная то есть если следовать именно вот этой информации получается они изготовили еще раньше чем мы пришли 16 52 они зашли в зал суда номер 426 еще раз смотрим вот и все нам это только на руку мне дадут время обжаловать отписку плачкова и добраться до генерального прокурора и вот как соответчик вот и все так время 16 49 ни судьи ни прокурора не секретаря нету в зале 16 52 они зашли с опозданием на 22 минуты что они пишут в деле 16 05 уже было изготовлено мотивированное решение в окончательной форме здесь у нас есть более 15 очевидцев и время могут подтвердить и опоздание на 22 минуты я специально это все озвучил о чем это говорит от предвзятости да представляете сколько трудов пришлось проделать сегодня чтобы добиться хотя бы отображение дела ни по одной строчке я не могу проваливаться так обращение по делу ничего не доступно обновляю информацию так движение дела такой же осталось все то же самое ничего нового не появилось так ну ждем звонка от людмилы людмила борисовна артеменко либо артеменко так ну давайте перерыв там дальше опять посмотрим чем дело закончится городской суд любовь борисовна да вы про меня не забыли а я по моему а что я про вас забыла тот доступ который вам разрешил судья вам дали вы обращались к нам спрос вопросом технических проблем правильно технические проблемы мы решили и остальные вопросы я больше не решаю я вам нового доступа не дам не но дело в том что у меня в обращении написано именно доступ к материалам дела только тот который они дали разрешил судья тот и дали вам но и обращались к нас технической проблемой правильно потому что вы вообще не видели техническую проблему мы решили это понятно все остальное по вашему заявлению это обращайтесь дайте мне слово ставить вы сегодня очень много мне уже слов сказали я вам последнее говорю значит вы обратились к нам технической проблемой техническую проблему мы устранили не только технической другие вопросы я не решаю подождите смотрите в ответе он указал что доступ предоставлен согласно вашему обращению но в обращении я требовал не не просто доступ а доступ к протоколу письменному к аудио протоколу и ко всем материалам дела мне предоставили к его доступ к общей доступной информации которые так доступна в сети интернет по вопросам предоставления других документов обращайтесь прием на шестобитого пожалуйста вы отвечаете только за технический вопрос да 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 только техническая все я вас услышал благодарю всего доброго достанет а